Давайте приготовим песто. Мы с вами сегодня сделаем необычное песто. Вы наверняка все прекрасно знаете традиционный песто. Он делается на основе листьев базилика, оливковое масло, сыра пармозан с кедровым орешком и чесночком. Песто, которое я сегодня вам предлагаю, его готовят на севере Италии. Давайте приготовим наше песто. Мы сделаем его на основе фисташковых орешков. Три полных столовых ложки. Давайте их помолим. Нам понадобится в среднем пол пучка свежей петрушки, базилик, берите в равных пропорциях, свежий кориандр. Если вы не любите кориандр, можете не ложить. Добавляем оливковое масло, в среднем полстакана. Делаем пасту. Две небольших филетки анчоусов, столовая ложка маринованных каперс. Выдавливаем два зубца чеснока, черного перца, щепотку. Небольшую щепотку соли, сока лимона. Продолжаем делать пасту. Супер. Обратите внимание, я сюда не добавил орехи, я не добавил сюда фармазан. Но хотя мы это все дело с вами смешаем. Почему? Потому что если я сейчас добавлю сюда сыр и орешки, они тоже начнут отбивать жир. А нам нужно сделать, чтобы у нас масса была однородная, чтобы он выглядел как соус. Поэтому старайтесь молоть зелень отдельно с оливковым маслом и потом уже ложечкой вмешивать сыр и орешки. Я добавлю еще немножко оливкового масла. Ориентировочно здесь 1 четвертая стакана. Все делайте по вкусу. Попробуйте первый раз рецепт, который я вам даю. И сами уже определите, что вы хотите больше добавить. Вот посмотрите, какая получилась однородная масса. Добавляем сюда 2 столовых ложки сыра пармезана. Изумительно. Фисташки дали такой благородный оттенок. Такой удивительный. Хотя хочу сказать, что кедровые орешки тоже великолепны. Вы, кстати, можете сюда использовать грецкий орех, лесной орех. Только не арахис. Арахис это ближе все-таки к калии. Ну вот, видите, какая порция получилась у нас с вами песто. Здесь в среднем на 6-7 человек. Вы видели все ингредиенты, которые я использовал для приготовления этой порции. Смотрите сами. Если вам нужно больше, допустим, у вас большая вечеринка, 10-15 человек, то, конечно, умножайте на 2. Если у вас всего лишь двое, вы и ваш любимый или любимая, то, конечно, вы можете эту порцию делить напополам. Потому что слишком много. В среднем срок хранения в холодильнике 10-12 дней. Потом сделайте свежим. Ну что, друзья, надеюсь, что вам это видео было интересно, полезно. Увидимся в следующий раз. Пока.